Я отлично координировал и работал с ним в последнем «Самурае». Такое приятное воссоединение. Мы позвали каскадоров, специалистов по фехтованию и во всём, что касается самураев. У нас был буткэмп. Ребятам нужно было научиться самурайским движениям. Привезли эксперты из Японии для тренировки наших актёров. Наш продюсер и звезда Хиро Санадо взял контроль над этим. Мы готовились к расследованию. Щит, сокол, бабочка. Дамы тоже должны многое узнать. Это сцена про Марико, когда ей 18 и она участвует в соревнованиях по Нагенате. В этой сцене она участвует в спарринге перед всеми. Она хорошо справляется. Она очень спортивна и подвижна. И она очень скромна. Она говорит, не, я не могу это сделать. Через 15 минут она всё понимает. Вижу в тебе это, Ким. Ты можешь делать это очень хорошо. Мы даём ей много возможностей. В 109 году, когда Анна или Марико пытаются покинуть замок Осаки, у нас большая битва. Все поединки мечом длительности не более 5 ходов. Это как быстрая партия шахмат. Кто-то гарантированно совершит ошибку. В итоге всё зависит от последнего героя, помогающего ей уйти. Он теряет свою голову. Так что всё зависит от неё. Она в основном говорит, дайте мне Нагенату. Без изысков. Не Голливуд. Это реальность. Это рубить и убивать. У нас была сцена покушения, где убийца ворвался в покой Тарунаги и попытался убить Блекторна, но сразился с Тарунагой. Это было забавно, даже просто репетировать, ведь репетиция – это проверка всего. Мы строим комнату из коробок. Мы тратим пару дней на съёмку сцены со всеми действиями. Так что, когда мы прибываем на съёмку, всё уже готово. Превосходная лошадиная упряжка. Я вышел на конюшню с актёрами и каскадёрами. Работали вместе. Моим первым взаимодействием с лошадью было верховое катание, и я сразу влюбился. Сначала мы тренировались в Японии перед моим приездом. Я тренировался с Юки и Анной. Это был великий опыт для меня. Волшебство в возможности работать с этими существами и строить отношения. Это так же, как работать с кем-то ещё, например, с человеком. Был момент, когда мы сделали выстрел из пушки. Они засунули цепи в пушку, выстрелили и выбили дюжину самураев. Я надел на них трещотки и выбрал для них разные места. Подключал к ним провод. Один был высоко на спине, один на ноге, третий на бедре. Если цепь попала в ногу, мы привязали ленту, а потом визуальные эффекты убрали эту ногу в посте. У нас были лошади, разбивающиеся. Парни, летевшие в воздухе. Это было впечатляюще. Визуальное наслаждение, которое они получат от этого шоу, будет сумасшедшим. Это будет своего рода развлечение.